да чем богаты тому и рады друзья привет с вами ухты кухня у меня сегодня вот что есть свинина макароны и банка помидоров что приготовить вот вопрос вот сейчас друзья приготовим и узнаю сковородку на огонь 2 столовые ложки растительного масла пусть хорошо нагреется а я в это время порежу мясо у меня здесь 500 граммов свинины мясо нарезаю на небольшие кусочки чтобы быстрее приготовилась сережка дело даже не в мясе и не в рецепте а в настроении с которым мы готовим конечно если мне хочется если мне приятно видеть ваши довольные моськи которые вы делаете когда кушаете вкусную еду конечно же мне хочется для вас готовить особенно когда вы благодарны когда вы моете посуду убираете со стола сумки с рынком приносите конечно же я делаю это с удовольствием мужчины будьте благодарны помогайте своим женам и тогда они вам не только приготовят нужно проверить хорошо ли нагрелось масло для этого деревянную лопатку ставлю как только увидела бульбашки можно выкладывать мясо аккуратно потому что сильно горячо ой смотри как прям как все чудненько у нас мистилась все мясо обжариваю несколько минут до румяной красивой корочки нагрев под сковородой максимальный я думаю можно уже перевернуть еще несколько минут сразу и воду поставлю мне нужен будет позже кипяток а я пока друзья нарежу лук на полукольца мясо а здесь уже все у меня красивенько подрумянилось можно добавлять лук перемешиваю и обжариваю все вместе до прозрачности и мягкости лука а пока морковь натру на терке по-корейски на брусочки такие получится смотрим ой прекрасно когда лук стал прозрачным даже немножко стал подрумяниваться могу добавить морковь снова все перемешиваю вкусно пахнет давно и нас он не жарила с луком да сережка вкусно реально аж соскучились на этом этапе можно немножко присолить даже друзья как рекомендуется прикрою крышкой и пусть несколько минут даже немножко протушится а я пока займусь помидорками в рецепте указаны свежие помидоры так как сейчас зима я думаю ничего страшного не будет если я возьму свои помидорчики собственном соку они как свежие ну не как свежие все же очень вкусная так беру и немножко их измельчу ножом а вот так вот грубо готово примерно где-то 500 миллилитров у меня получилось так по визуалу ух как у нас здесь все бурлит вижу за мясом снова перемешиваю и вижу что уже и морковь стала мягкой все прекрасно на этом этапе добавляю помидоры все до последней капельки перемешаю так что у нас дальше по рецепту а у нас дальше черный молотый перчик хорошо побольше так побольше добавлю немного сушеного чеснока рецептом я делилась друзья мы с сережкой его делаем сами в домашних условиях это было очень увлекательно и интересно и плачевно да и сюда же добавлю пол чайной ложечки хмели сунели ну так хочу я так вижу снова перемешиваю жидкость есть все отлично накрываю крышкой делаю небольшой нагрев на моей газовой плите примерно вот так и тушу мясо до готовности буду следить чтобы обязательно была жидкость у меня здесь есть кипяточек если что буду подливать прошло 30 минут хочу посмотреть что у нас здесь да это не только красиво выглядит это еще и вкусно пахнет проверяю мяско она мягенькая напиталась томатным соком специями такое вкусно класс ну и на этом этапе добавляю 300 граммов макарон у меня с твердых сортов сюда перемешиваю сейчас эти макароны напитаются этим соусом и это будет просто шедевр я уже вижу что мало жидкости макароны же должны чем-то приготовиться и для этого у меня есть кипяток наливаю щедро так так чтобы хорошо покрыла немножко присолю перемешаю сейчас макароны потянут на себя соус и будет просто ням 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 даю хорошо закипеть накрываю крышкой уменьшаю нагрев а вот так вот и варим до готовности макарон будем сережка друзья не за мной гоняются уже когда мы уже будем есть так вкусно пахнет через 20 минут мои макароны приготовились выключаю нагрев и даю еще постоять буквально 10 минут вы не видите его лица да сережка все процессы приготовления должны остановиться я понимаю пахнет очень вкусно а я пока на стол накрою у меня сегодня будут для сынишки маринованные грибочки он любит я люблю квашеную капусту с калинкой а сережки на цветная любимая капуста ферментированная все тарелки ладно не будем и ничего ждать прошло буквально раз два три 4 5 10 перемешаю макароны напитались этим вкуснючим можно так сказать можно соусом аромат стоит просто потрясающий все накладываю смотрите какая сочная вкусняшка прямо сочная сочная мясо ты где вот и мясо подоспела класс 1 пошел ну и себе любимой об смотри ничего не выбираю мне она просто липнет ко мне понимаешь да просто ко мне липнет мясо словно мед мне всегда во всем везет мой девиз по жизни вот так вот друзья ну что я сейчас это все буду пробовать я так разогналась туда давай это будет моя тарелка так беру макарошку так это вкусно реально вкусно а как просто макароны полностью пропитались этим соусом вкусным такие классно ну что давай мяско попробую кусочек беру мясо просто растворилось ну что друзья вкусной еды мирного неба над головой послушных детей мудрых мужей благодарных я вас благодарю за внимание а сейчас мы это все можно просто съедим потому что это очень поехали кушать наконец-то и даже я задала вопрос напали белые жучки на орхидею что делать и мне пришел ответ взять хозяйственное мыло ватный диск намыливаю и протираю листочки эту процедуру повторяю один раз в 7-10 дней и снизу все все листочки и даже стебельки тогда у меня еще орхидея не цвела посмотрите какая красотка так красиво цветет и вот что я придумала обязательно это делаю беру кусочек ватного диска кладу в серединку это оказывается самое такое важное место у орхидеи если туда попадет влага орхидея может пропасть вот так закрываю сделала мыльный раствор в бутылочку и просто беру и сбрызгиваю один раз в 10 дней посмотрите как моя орхидея цветет это же просто сказка листики все 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 просто беру ее и опрыскиваю сюда кстати тоже и на грунт немножко под листики вот такую штучку я узнала жучков нету друзья они все просто исчезли когда уже листочки все подсохнет тогда я беру ватный диск а пока он здесь вот так друзья век живи и век учись а сейчас это вообще проще простого кнопочку нажал в телефоне и тебе уже все рассказала все показала только бери и пользуйся бери и пользуйся